здравствуйте друзья вы снова на канале веселый инженер меня зовут андрей на своем канале рассмотрю все что связано с машиностроения металлообработкой и заводскими всякими причудами и приблудами а сегодня тема нашего урока топ 5 ошибок которые уничтожают или уничтожит твои сверла по металлу то есть твоя сверло будет работать намного дольше или намного меньше от это зависит от того будешь ли ты соблюдать эти пять правил или будешь их продолжать игнорировать перед тем как мы начнем напоминаю что есть и грамм канал сообщества инженеров где можете пообщаться со своими коллегами а также обратиться за консультацией ко мне в группе вконтакте веселые инженеры просто стать ее подписчиком и пообщаться опять же своими коллегами а мы начинаем и так что такое сверло все знаете что сверло это осевой инструмент который нам позволяет но не всегда сего инструменту это инструмент который позволяет получать отверстие достаточно неплохого качества в нынешних реалиях на всяких различных обрабатывающих центрах позволяет достигнуть большой производительности сверлить смена инструмента есть комбинированный инструмент и так далее но в общем основная цель этого инструмента до получения отверстий отверстия могут быть различные то есть могут где-то такие в планочке сверлиться до могут быть какие-то втулки делаться могут делаться волны могут делаться перпендикулярной оси отверстия по оси отверстия от этого зависит какое оборудование вы будете использовать и так далее то есть преимущественно конечно используются ручные станки если вы вот такие планочки будете сверлить либо даже какие-то штифтовые отверстия вала допустим свернут у нас на предприятии тоже используют радиально сверлильные станки вертикально сверлильные станки ну естественно что различные приспособления для увеличения жесткости такие как кондуктора и так далее если интересно мы там всё рассмотрим далее пишите все в комментариях также очень 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 распространено сверление токарных станках то есть верну особенно когда надо какое-то глубокое отверстие просверлить оптимально использовать токарный станок если какой-то вот осевой как вот здесь какую-то втулочку сверли так или какой-то вол надо просверлись на очень большое расстояние или насквозь его прошить сверлом то очень хорошо и удобно использовать токарный станок также используется для сверления много когда отверстие деталь достаточно сложная то естественно применяют станки щепу обрабатывающие центра щепа у токарная щепа у координатная сверлильная щепа у и всячески различные оборудование но сегодня мы с вами здесь собрались это мы просто так на освежили свою так сказать память про сверление сегодня мы собрались пройти 5 ошибок которые совершают люди и тем самым снижают стойкость своего режущего инструмента в разы итак первая ошибка которую совершает каждый работник предприятия особенно работники снабжения это покупка дешевых сверл такой знаете вот сейчас вы все наброситесь на меня скажите да что это за ошибка это тут понятно что дешевый нет ребята покупают достаточно люди хотят сэкономить и порой получается что экономия составляет 10 процентов а ущерб составляет а практически сверла не работают то есть сто процентов да это такая известная ошибка давайте рассмотрим что нам дают дешевые сверла и какие преимущества и недостатки имеют дорогие сверла это такая подборочка данная просто для вас сделал чтобы но мы рассмотрели а также обсудили потом в комментариях может кто-то знает еще какие-то плюсы и минусы или просто со мной не согласен и так низкая стоимость это безусловно одно из достоинств дешевых сверл но также если недостаток к такой же как низкая стойкость да то есть даже похоже стоимость стойкость да и то и то низкая только это приятная тема что низкая стоимость но низкая стойкость это уже неприятно плохое качество получаемого отверстия это естественно что такие сверла они порой имеют плохую жесткость они плохо заточены всегда практически до плохое покрытие которое задирается тем самым нам искажает поверхность поломка и сколы режущей кромки это неизбежно потому что китайский особенно сейчас сверла за пола линии рынок которые очень дешевые и вроде бы блестящие красивые но не абсолютно не работают конечно дать можно что-то попробовать применить перепокрыть это сверло переточить и попробовать его использовать но в принципе я вам это не рекомендую особенно если у вас серийное производство и так нарушение геометрии процессе обработки изгиб да именно так бывает я видел что просто гнет сверла то есть они изгибаются как из пластилина сделано бывает даже спираль разворачивает вообще вообще в очень много таких интересных красивых моментов да есть даже не китайские даже украинские компании которые делают такие сверла не буду ничего никого называть чтобы не дай бог не обидеть производителя в общем нарушение геометрии в процессе работы это безусловный минус плохая фиксация в зажимной оснастки безусловно есть базовые поверхности за которые мы крепим сверло есть какие-то быстросменные сверла специальные патроны с креплениями ну и естественно если вы покупаете дешевое сверло то там эти поверхности самого низкого качества и по геометрии они не были счет хотя сейчас китайцы научились уже вроде бы делать так сказать более-менее на такие сверла но все равно конечно они уступают своим более дорогим аналогом который мы сейчас с вами и переходим и так дорогие сверла у них есть недостаток этот недостаток это высокая стоимость сверла но не всегда настолько высокая бывает это стоимость может быть на 30 процентов на 50 где-то в два раза где-то в 3 стоимость сверла может быть больше той что вы так сказать хотите сэкономить купив по низкой стоимости но вы имеете ряд преимуществ хорошая стойкость и в некоторых вариантах стойкость превышает в 20 в 30 раз это я вам говорю из опыта что такие сверла существуют и действительно это так при соблюдении всех остальных правил они будут работать у вас очень очень долго и отработают свою стоимость полна получение хорошего качества отверстия геометрия и шероховатость естественно такие сверла но это опять же при условии хорошей заточки вы к этому перейдем немножко дальше поэтому но это позволяет все остальные параметры сверла позволяет получить хорошим геометрию шероховатость вашего отверстия то есть если вы действительно заинтересованных получения хорошего отверстия то используйте только дорогой режущий инструмент хорошая жесткость конструкции эти сверла не гнутся они хорошо держу так сказать удар а металл и они за счет своей жесткости опять же позволяет получать хорошее качество поверхностей и избежать преждевременного поломки надежная фиксация зажимной оснастки за счет того что изготовлены они всегда на высоком уровне то есть очень редко встречается так стандартный инструмент такой как сверла с каким-то браком хотя тоже имеет место быть но я думаю что это скорее всего поставщики начинают играть так сказать в кошки-мышки и под видом каких-то известных брендов пытаются сунуть шива увеличенное количество переточек это о чем говорит вот смотрите когда вас плохое сверло дешевая да вы про обработал допустим 10 деталей износ у вас уже будет допустим там три десятых миллиметра до три десятки или может быть даже полмиллиметра будет уже износ режущей кромки то есть по задней поверхности затиры пойдут и так далее это же сверло обработал допустим 50 деталей у вас будет износ пять сотых или одна десятая миллиметра и вы сможете отдать на передач на переточку принудительную переточку да то есть я называю это принудительно это так называется то есть снять эту десяточку то есть десяточку и продолжить работать и сделать еще 50 деталей снова снять десяточку чем здесь каждые 10 деталей снимать по пол миллиметра ну соответственно сами понимаете что это сверло гораздо дольше проживет и так что мы имеем тут единственный плюс тут единственный минус поэтому я в принципе призываю вас пора покупать дорогие сверла а мы переходим ко второй ошибки которые допускают опять же практически все допускали или будут опускать или допускают и сейчас выборы джебов резали для сверления естественно выбор режимов резали это очень важный аспект у вас есть сверло естественно вас есть обороты сверла которая вы задаете либо рассчитываете и подача то есть это с какой скоростью превращающимся сверли либо когда вращается заготовка сверло неподвижно это не важно да ну как неважно важно то есть это не принципиально вот так расскажем такой скорости она подается в тело металла и совершается выберет процесс вырезать ну давайте дадим несколько рекомендаций что при выборе режимов резали ну что чему нужно уделить особое внимание и так сказать воспользоваться какими советами это первое представлять режимы резания рекомендованные производителем инструмента естественно сейчас все производители инструмента зависимости от материала который вы хотите обрабатывать у себя на предприятии или на фирме или гараже дает вам рекомендации по режимам резания конечно иногда они показывают нормальные результаты иногда показывают не совсем хорошие так чем выше твердость материала детали тем меньше обороты сверла то есть это нужно смотреть у вас понимаете может быть во первых если у вас какой-то кустарное производство да то вы можете не знать точную твердость сверла сверла свои заготовки вы сможете понимать что у вас примеру заготовка не каленая но опять же знать а какая твердость у вас там 240 единиц по брюнелю или 190 или 170 или 300 то есть вы практически не знаете ну надо смотреть по обработке если сверло работает не очень хорошо то снижайте обороты сверла многие совершают ошибку они снижают режимы резания это неправильно то есть вы снижаете подачу и снижаете одновременно обороты сверла и получается что по сути вы ничего не снижаете и вас происходит в принципе постоянно те же самые процессе в резании металла поэтому нужно либо уменьшать подачу либо при той же подачи чтобы сохранить производительность увеличиваете обороты сверла и так третье в некоторых случаях допускается расхождение расчетных значений режимов резания и фактически установленных уменьшения и либо увеличение оборотов и подачи сверху принцип о том что я вам говорил вы конечно должны придерживаться расчетных величин вы должны придерживаться рекомендованных производительный величин но опять же смотрите по ситуации у вас разные поставщики металлов один тот же металл может иметь разную структуру металла разную твердость металла те до пятницы сту даже твердость поэтому играйте как говорят с режимами резания и находите оптимальный вариант вариант именно для вас для вашего оборудования и для вашего режущего инструмента мы переходим к третьей ошибки тоже весьма популярны сверление без остановки это вот люди которые любят сверлить без остановки я сам когда на заводе работал еще был практикантом очень любил сверлить и так хрустели сверла что просто было обалдеть итак смотрите вот если у вас какая-то небольшая там ну к примеру глубина отверстия дисков это в 11 15 миллиметров до примерно 15 миллиметров а глубина к примеру 32 диаметра вы можете в принципе прошивать отверстие либо это глухое отверстие утапливает их сверло на нужную вам глубину и сразу доставать и сверлить следующие отверстия без вопросов ну да как на станках иногда используется очень длинное сверление то есть это больше 7 8 даже диаметром до сверлится здесь конечно не совсем голубинная но это просто для примера что-то токарный станок и в таких случаях конечно надо давать сверлу немножко отдохнуть что это мы сейчас собственно с вами рассмотрим при сверлении отверстия с большой глубиной необходимо периодически выводить сверло из отверстия ли с отверстия то есть давать ему как говорят в производстве до бывало и так сказать сверла щеки для токаря ну кто работает кардинатчики давать сверло отдохнуть это такая такая видите такой приятная да даже для сверла название отдохнуть такой вот общем сверлим по такой вот схеме первый проход то есть первое погружение в тело металла до сверлить и сверлить и до 30 процентов длинные отверстия то есть 30 процентов просилили ну допустим вас надо просили 150 миллиметров до глубина отверстия то есть 50 миллиметров сверлить одну плюс-минус естественно да и выводите сверло потом снова вводится но опять же смотрите чтобы максимально когда выводите сверло чтобы стружка которую вы со сверлом вместе достали она практически вся выходила и можно даже ее смести сторонку чтобы она не мешала второй проход 60 процентов длины проходите и опять же выводится сверло и третий проход уже на выход или до нужны вам длины или глубины отверстия если она глухое то есть уже досверливаете до конца немножко выдержка несколько секунд и выводите сверло и ваш отверстие принципе готова при таком сверление конечно нет вы сейчас скажете что можно сверлить сразу всю глубину да можно сверлить на всю глубину но опять же если сверлить таким вот макаром как говорят с остановкой да то вы можете значительно увеличить а стойкость вашего режущего инструменты между перед . вы и соответственно продлите его жизнь а себе сэкономить какую-то сумму денег но если вам важно именно темп производства то можете в принципе забить на этот пункт и работать как работали а дальше и так 4 ошибка плохая заточка сверла углы либо при жоге при заточке часто бывает и такое естественно вы знаете что сверло необходимо точить его периодически точат для заточки есть специальное приспособление есть такие вот типа самопальные специальные специальные приспособления которые позволяют выставить определенный угол то есть можно поворачивать заточить вплоть там до до минут да там соблюсти какие-то углы не всегда это оправдано многие люди многие люди точат сверло допустим от руки и как бы ну достаточно неплохо да ребята у нас есть на заводе которые от руки точат практически как на и приспособление то и лучше да да даже бывалые такие матерые ребята ну от этого кстати очень многое зависит вот смотрите есть угол заточки вот так он выглядит и собственно говоря в зависимости от материала который будет сверлиться он отличается видео чугунный сталь 116 118 стальные покупки законом стать 125 латури мягкая бронза 130 140 мягкая мид 125 алюминий бабе 130 140 и так далее пластмассы 50 60 достаточно острый до угол органическое стекло мрамор и так далее короче для разных видов материалов есть свои углы заточки их надо обязательно соблюдать то есть если вы соблюдаете углы опять же вы можете передержать передержать на шлифовальном камне свернуть это сильно прижать и получается прижоге что такое прыжок это получается на режущей кромки перекалены такой вот высокая температура появляется на режущем инструменте вследствие чего происходит отпуск материала и твердость значительно падает иногда в разы падает на режущей кромки такое сверло после первых там и третьей детали уже потребует либо заточки либо вы его просто уже кусочек найдете у себя внутри детали может ему обломает его придется его как-то оттуда извлекать очень вот такая вот четвертая тема обязательно придержать и очень важная пятая ошибка отсутствие или плохая подача суш также бывает используют суш который не предназначена для сверления это очень часто бывает и потом люди удивляются что же такое что происходит а почему ломают инструменты я такой хороший инструмент покупаю у меня ничего не выходит ребята суш это очень важно интенсивная подача сушами на которые нужно которая предназначена если у вас какой-то специальный станок для сверления и там есть какая-то суш присматривайтесь придерживайтесь рекомендации производителя что обычно производитель использует качественную суш но и пытайтесь подобрать что-то более дешево потому что нас экономит вам хорошую денежку также смотрите все какие-то до отверстия достаточно глубинная тоже суш подается и здесь тоже я вам дам ряд рекомендаций которые позволят вам увеличить жизнь вашего режущего инструмента такого как сверло и так рекомендациях первый используйте только качественные суш предназначенные для сверления ребята не охлаждайте там солом не охлаждайте водой ни в коем случае масляный суш редко используется на кину собственно вес Guide which the price of the charge но при сверлении они редко используется поэтому используется качественная суш который предназначена именно для сверления подача сож должна быть интенсивной и направлена точно в зону сверления да то есть вы видите должна быть зона сверления здесь тоже в зону сверления но здесь понимаете фишка в том что когда глубинное сверление делается не всегда подача в зону сверления или грязани до металла самого не всегда оправдана потому что как вы видите вы поливаете туалет детали вот входную часть сверла то что творится внутри в принципе туда практически не падает потому что у вас по винтовым канавкам выходит а стружка и она выталкивает эмульсию на одну как бы чисто уже для понтов здесь получается но такое охлаждение гораздо лучше чем его полное отсутствие исключить возможность прерывистой подачи сош почему я всегда вам рекомендую смотрите когда вас уж плохо подается есть прерывистая подача то есть где-то металл нагревается то есть металл нагревается плюс нагревается ваш режущий инструмент какой-то момент начинает сошлиться мимо перекаливается инструменты потом она попадает зону резали холодная сош и происходит так называемый процесс закалки дату или в данном случае процесс отпуска и естественно материал разрушается от твердости снижается и производит происходит просто говоря поломка глубинного сверления используйте сверла внутренней подачи соши есть инструменты где внутри специально сделаны канавки через них подается сош непосредственно то есть вы можете просверлить уже на 200 миллиметров а внутри будет подаваться соши вместе со стружками будет вытекать сюда очень хорошая тема эти сверла правда стоит дороже чем обычные но их использование оправдано если у вас именно глубинное верление но там все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки становитесь спонсорами канала мне очень приятно видеть вас в рядах своих спонсоров смотрите мои видео пока пока